Апрель 1933 года, крушение дирижабля американского «Акрон» Одно из крушений, которое привело к тому, что дирижабли запретили к концу 30-х Но вообще, начало 30-х активно развивались дирижабли Такая, в общем-то, даже черта времени, и советские, я рассказывал уже, и американские, и немецкие Ну, дирижабль «Акрон» — крупнейший дирижабль, боевой дирижабль США 2 ноября 1931 года он вылетел в первый полет В 1932 году участвовал в учениях разведки Потом они пытались из него делать летающий авианосец То есть дирижабль очень большой, и к нему цепляли маленькие самолеты И делали такие эксперименты Что, может быть, можно маленькие истребители доставлять там с помощью дирижабля куда-то И они будут из дирижабля прямо стартовать и вылетать из дирижабля Вроде как даже успешные были Потом он довольно много по западному побережью США Там маяки, все такое помогал делать Вернулся во флот 3 января 1933 года И вот командир Фрэнк Маккорт 3 января принял командование дирижаблем, который потом погиб Его довольно много ремонтировали У него мелкие поломки до того были Но большая байда, она все время ломалась, вообще говоря Ремонтировали Ну, вроде как летала 4 марта 1933 года Рузвельт принял присягу как президент И в честь этого дирижабль там летал над Рузвельтом Вот вечером 3 апреля 1933 года Акрон поднялся в воздух для выполнения полета вдоль берега Новой Англии, то есть вдоль берега США И смысл там был Калибровка радиостанций, которые были маяками для радиокомпасов На борту было огромное количество высших офицеров Контрадмирал Моффет Адъютант адмирала Там полковники всякие Командующие Там вице-президент компании Мактарас На борту было всяких адмиралов Там прочих офицеров до хрена просто Началась плохая погода Ветер огромной силы ударил по дирижаблю И он упал, в общем Немецкие моряки, кстати, там еще свободно плавали Войны-то не было Вот они начали первые спасать Потом присоединились американские Вышел тяжелый крейсер американский Эсминец, лучший флот весь американский вышел Спасать там адмирал тонул Ну и в основном не спасли Короче, почему-то не было спасательных жилетов на дирижабле Хотя он и раньше ломался и все знали, что они ломаются Спасательный плод там был, но не успели выбросить 73 человека спасли, только трое 73 человека погибли 73 человека погибли, только трое спасли Почти все, кто там были, все погибли Это считается крупнейшей авиационной катастрофой на тот момент Потому что на самолетах так много не возили Дирижабли большие были Там вот аж 80 человек везли и почти все погибли Вот большая катастрофа, все обсуждали Ну и в особенности, конечно, погибли то, что офицеры И получилось, что главный сторонник дирижабли был как раз вот этот Моффит И он погиб на дирижабле В результате после этого перестали в Америке эти дирижабли строить для флота То есть как раз вот те, которые любили дирижабли, они на нем и летели, и они погибли Ну, Рузвельт, конечно, все там выступил по радио, как обычно, как он любил Говорил, что он там скорбит, национальное бедствие Погибл контр-адмирал, погиб у Иллима и так далее Германия и Гитлер, установив диктатуру в марте, как я рассказывал Принялся за евреев, как он обещал Вот первый антисемитский закон Гитлера называется Закон о восстановлении профессиональной государственной службы Они там тоже лицемеры были, как Путин И законы по-другому назывались На самом деле это закон о том, что запретили евреям госслужбу Он назывался закон, значит, закон о восстановлении профессиональной государственной службы Это начало депрессии евреев Вот в результате как раз вот этого закона Еще 7 апреля 1933 года уехал Эйнштейн Евреи начали уезжать, потому что было понятно, что дальше будет еще хуже Значит, суть какая, пересказываю практически по статьям этот закон Значит, первая статья закона Говорила, что для восстановления национальной государственной службы То есть, чтобы служба служила интересам нации Вот так, значит И чтобы она была профессиональной Должны быть уволены государственные служащие, не имеющие арийского происхождения, короче Ну, по поводу того, кто такой ариец, я чуть позже, значит, объясню Но в законе четко указывалось, что евреи точно не арийцы Значит, все государственные служащие на всех уровнях На федеральном уровне, на уровне земель Германии И даже на муниципальном уровне Все, кто государственные служащие, все, кто евреи, должны быть уволены Ну, на пенсию они писали Дальше, значит, туда же входили все левые организации В особенности коммунисты, но также и все, кто на них походил Допустим, социал-демократы Или кто в каких-то профсоюзах когда-либо был Кто каким-нибудь образом был бы связан с коммунистами Они все предатели Родины Надо сказать, что государственные служащие Это учителя и профессора в университетах Вот это, кстати, я постоянно тут объясняю Почему-то у нас считают, что вузовские преподаватели Это какая-то интеллигенция или что-то еще такое На самом деле они во всех странах являются государственными служащими Это чиновники И тут надо рассматривать их так Что это чиновники, они не носители какой-то науки или образования Это чиновники, которых поставили заниматься наукой и образованием В первую очередь они выполняют задачу своего работодателя Именно государства Просто я эту мысль постоянно повторяю Она важна, потому что именно чиновники Вузовские преподаватели выдают за науку то, что нужно государству Ну ладно, я еще раз ее повторю Но вот еще раз в контексте законов Гитлера Гитлер рассматривал ситуацию так Что учителя это чиновники Поэтому учителя еврея не должно быть Так как в чиновнике должны быть все арицы Вот логика Гитлера Поэтому да, все судьи Тоже все считались госслужащие То есть все Естественно работники там полиции Все, никаких евреев там не может быть по этому закону Все Так как Гитлер считал, что они другой национальности И не будут служить немецкой национальности Вот логика у фашистов Потом, значит, в принципе юристы Вот юрист не является государственным служащим Допустим адвокат, он может работать против государства Врачи Частично госслужащие Врач государственной поликлиники Государственный служащий Врач частно практикующий Нет, он трудящийся Потому что он частным образом Так вот, на юристов, врачей Юридических консультантов И налоговых консультантов Музыкантов и нотариусов Распространили позже Вот эти группы не были госслужащими Но про них все равно потом приняли закон Что еврей не может быть врачом Юристом, нотариусом и так далее Я говорил только что о физике Гейзенберге Что физики тут же написали телегу Геббельсу Что не надо увольнять евреев из физики Они могут быть полезны Что Геббельс полностью проигнорировал Вот физики считаются тоже государственными служащими Вот четко, если мы социальным анализом занимаемся Мы должны представить, какой перед нами социальный класс Понятно, что он какую-то физику производит Он ее производит по заданию государства Вот в частности, да, по законам Гитлера Ученые, в том числе в области физики, математики и так далее Все подлежали увольнению Потому что они госслужащие Вот евреи имеется в виду, евреи А также всех кого-то они там еще объявили неарийцами потом Гинденбург все еще был президентом Все-таки вмешался Заступился за евреев И он мог, потому что у него были полномочия Гинденбург Закон этот все равно антисемитский подписал И вину с него снять нельзя Но Гинденбург дал поправки Что под закон не попадают ветераны Первой мировой Служившие на фронте Гинденбург же был боевой генерал Он считал, что те, кто на фронте служили, даже евреи Они доказали, что на фронте воевали за Германию Они доказали, что они за Германию Поэтому Гинденбург добился, что евреев, которые на фронте служили Или были на государственной службе с 2014 года То есть давно, так сказать, постоянно всю войну были на госслужбе Или потеряли отца или сына в бою во время войны Вот они оставались Гитлер эти поправки подписал, а потом сам отменил Когда потом умрет Гинденбург Гитлер все равно это отменит Всех евреев будет Просто Гинденбург договорился, что ветеранов войны не увольняли в первый год Но Гитлер добьется, что независимо от того Воевал еврей, не воевал, любой еврей будет уволен В следующем же году Гитлер это введет Дело в том, что вообще говоря В Германии проводилась еще в 1871 году политика эмансипации евреев То есть их всячески включали в немцев Давали им равные права и внушали евреям немецким, которых было много То, что их интересы совпадают с интересами Германии Все предыдущие либеральные правительства, даже при Кайзере И социалистические правительства при Веймерской республике Все этого придерживали, что евреи равноправные граждане Что немецкие евреи, они себя, свои интересы должны с интересами Германии отождествлять Гитлер сильно рубанул Но у Гитлера вся пропаганда 10 лет велась Именно что он евреев выбросил, евреи виноваты Что вот все считают, что евреи, так сказать, тоже немцы Но они не немцы Гитлер это 10 лет доказывал И, естественно, своего избирателя антисемитского он удовлетворил Первые же законы, которые принял антисемитский По четвертой статье этого закона Как бы тоже расплывчато было Вот, кстати, то, что фашисты обычно расплывчатые законы принимают Потому что им надо их использовать, как им нужно в конкретной политике Значит, четвертая статья закона российского Гитлера Государственные служащие, которые после своей предыдущей политической деятельности Не могут гарантировать, что они всегда будут безоговорочно защищать национальное государство Тоже увольняются Тут как-то так вот совсем расплывчато Но имелось в виду коммунисты и социал-демократы То есть на практике в этот еврейский закон Четвертой статьей включили еще марксистов То есть там было написано, что государственный служащик, которому мы не можем доверять И на практике нацисты понимали так, что мы не можем доверять всем левым И все левые тоже Коммунисты, даже поскольку тут, видите, не было сформулировано, что член партии Вот поэтому они считали за коммуниста любого, кто, допустим, сходил на коммунистический митинг Или когда-нибудь там выразил какое-нибудь сочувствие Там почитал Карла Маркска и сказал, что неплохо написано То есть тут даже не нужно было быть членом коммунистической или социал-демократической партии А социал-демократической была самая массовая партия И многие чиновники там состояли, и учителя тем более Или там преподаватели или ученые Все они подпадали То есть все, как у левого взгляда, когда-либо были зафиксированы Вот так нацисты зарантовали Независимо от реальной принадлежности даже к коммунистам или социал-демократам Но важнейший тут вопрос, конечно, был, кто такой ариец Потому что не было сформулировано Значит, дословно, кстати Дословно, что писали в самом законе Человек должен считаться не арийцем, если он происходит от не арийцев И особенно от еврейских родителей или бабушек и дедушек Достаточно, если один из родителей или бабушек или дедушек не ариец Это следует предполагать, в частности, в тех случаях Когда один из родителей или прародителей был иудейского вероисповедания Значит, в законе непосредственно написано, что евреи не являются арийцами А также все, кто когда-либо состоял в иудаизме И даже у кого бабушка или дедушка состояли в иудаизме Это тоже все не арийцы Вот так определялось То есть как бы вот арийцей получилось, что это религия, что ли Потому что, ну, по религиозному принципу Был иудейского вероисповедания, значит, не арийц Вот так Поэтому, как-то так непонятно все-таки Потому что много религий все-таки в Германии, да и национальности А кто, ну, понятно, что евреи не арийцы, а остальные, что Поэтому всякие нацистские, так сказать, юристы Давали обширные комментарии к этому закону В частности, есть комментарий Альберта Гортера Который примерно в том же 1933 году комментировал так, что Арийцы, также индо-германцы То есть арийцы это индо-европейцы Индо-германцы это индо-европейцы Арийцы это индо-европейцы Ну вот, в этом смысле я, кстати, тоже этот термин употребляю Арийцы это индо-европейцы Но индо-европейский это язык А нацисты трактовали это как происхождение генетическое Вот у них смесь принципа лингвистического и генетического Индо-европейский это язык, который может выучить и негр И тоже будет индо-европейцем Вот в США огромное количество черных, которые говорят на английском как на родном языке Веками Вот они по лингвистическому принципу арийцы А по нацистским понятиям, конечно, нет Ладно, значит, арийцы, также индо-германцы Я цитирую нацистов Являются одной из трех ветвей кавказской белой расы Они делятся на западную То есть немецкую, римскую, греческую и так далее На европейцев, короче, они делятся И восточную азиатскую арийскую группу То есть индийскую и иранскую В иранскую входит также, значит, персидская, афганская, армянская, грузинская и курдская Значит, короче, армяне и грузины, по мнению нациста Гортера, все-таки арийцы Почему грузины являются индо-германцами, понятия не имею Ну, вот так вот, короче Короче, все европейцы арийцы И также индусы арийцы Иранцы и армяне и грузины Кто не арийцы? Представители не белых рас То есть все, короче, кто монголоиды и негроиды, все не арийцы Также не арийцами являются представители двух других ветвей кавказской расы А именно семиты и хамиты То есть арабы не арийцы, по мнению нациста Дальше, какой-то странный пункт Финны и венгры принадлежат к монголоидной расе С чего они взяли, что финны принадлежат к монголоидной расе, понятия не имеют Все, вот так вот, короче, определили Однако позже у них было также узкое определение арийцев То есть вот в широком определении я только что рассказал, кого нацисты считают арийцами В широком определении считают белых европейского происхождения Они считают арийцами, причем также записывают туда индусов, персов, армян и грузин Однако дальше у них было узкое представление, которое тоже в комментарии к этому закону давалось А именно Ахим Герке, тоже нацист Давал комментарий такой, что арийец это тот, кто связан племенным родством с немецкой кровью То есть второе определение, что это германец Первое определение, что это просто белые европейцы, а второе определение это германец Ну, кстати, по нацистским определениям, по большинству нацистских определений Славяне все же арийцы Вот у нас тут Сталин какие-то ужасы рассказывал В теории, в фашистской, в немецкой, в нацистской Славяне это арийцы, потому что они белые и говорят на индоевропейском языке и живут в Европе Но нацисты постоянно рассуждали, что в России славяне смешаны с монголоидами Которыми они считали финно-угров почему-то И тогда, да, они могли рассуждать о неполноценности Но это у них не о неполноценности славян Они славян все-таки считают арийцами Они считают, что в России славяне смешанные в основном Вот у них постоянно подмена идет лингвистического критерия на генетический Да, могли рассуждать нацистские всякие гиберес и прочая команда О неполноценности русских При этом они все равно считают, что славяне арийцы, а вот просто русские не славяне Вот такая у них логика была Потому что они генетически смешанные Опять же, да, нужно почувствовать, что я никаких этих взглядов сейчас не пропагандирую Я объясняю Надо же представлять, какие были у фашистов реальные представления об этих всех нациях Поляки, белорусы, с точки зрения нацистов, все-таки арийцы Хотя, конечно, они их угнетали Мы об этом еще много поговорим Поляки, по представлениям немцев, это арийцы, а не славяне Они белые, живут в Европе В узком понимании тоже в состав арийцев входят не только немцы Значит, узкое понимание это, что арийцы это германцы Например, арийцами точно являются англичане Вот они с англичанами воевали Кстати, получилось, что Вторая мировая война это вообще-то между арийцами Потому что к арийцам они точно относят англичан Потому что это германцы К арийцам относят шведов они, норвежцев Нацисты, датчан Поэтому они довольно быстро эту Норвегию и Данию включили Потому что тоже арийцы Вот То есть даже в узком определении Все равно не только немцы в это входят Ну и вот да, они считали арийцы это высший раз Поэтому это важно, кого они считали Из-за того, что у них есть и узкое, и широкое определение На самом деле у Гитлера это все было предметом политической манипуляции То есть когда ему надо было, чтобы славяне за Гитлера воевали То славяне у него были арийцы Вот допустим он из поляков формировал какие-то подразделения верные Гитлеру И этим подразделениям объясняли, что поляки тоже арийцы Или вот из донских казаков формировали тоже же нацистские подразделения И там они говорили, что нацисты, что донские казаки арийцы Потому что белые живут в Европе А когда ему надо было славян пограбить, то немцам говорил, что не они арийцы Арийцы это только германцы Вот расплывчатость всяких формировок А при нацистах это важно было, это в законы входило Допустим, арийец мог быть на государственной службе у рейха А не арийец не мог быть Расплывчатый формировок для чего нужна нацистам? Чтобы ну вот по ситуации, а может быть надо будет им там с поляками дела иметь Вот тогда не скажут поляки арийцы, мы имеем дела Но в любом случае даже такие расплывчатые формировки точно говорят, что арабы, евреи и так далее Они не арийцы в представлении фашистов Значит, в законе было написано, что всех отправляют на пенсию Но на самом деле пенсии сплошь и рядом не давали То есть вроде как в 1933 году написали, что евреев на пенсию отправят в госслужбы Но все равно, короче, ее не платили И потом даже и сокращали все время, особенно когда война пошла Ну, еще есть комментарии к этому закону 1 сентября 1933 года издали дополнительный комментарий Где объяснили, что все-таки решающее значение имеет происхождение и раса Вот, то есть Короче, ну вот так вот дословно-то я лучше поцитирую Там комментарии издали Закон ни в коем случае не исключает возможности неарийского происхождения Даже если ни один из родителей бабушек и дедушек не принадлежал к еврейской религии В том случае, если неарийское происхождение может быть установлено другими способами Это против выкрестов То есть тут имеется в виду, что в первоначальном законе был религиозный этот критерий Потом они издали еще дополнение Что даже если был христианином, все равно сколько поколений Но если кровь еврейская, они могут это доказать, что все равно неарийц То есть, допустим, Карл Маркс был сыном выкреста Вот Карл Маркс в первой фомулировке нацистской он все-таки ариец, потому что христианин А во второй фомулировке он не ариец То есть потом Они сначала ввели несколько критерий, получается, лингвистический, религиозный и генетический Потом они уточнили, что только генетический Но надо сказать, что не было же современной генетики И на самом деле Вот сейчас можно определить какие-то гаплогруппы А тогда даже вот этого же не было Поэтому методы определения, кто там генетический ариец У них были часто довольно спорные У нацистов В СССР партии я решила заняться литературой В литературе при НЭПе была определенная свобода Вот об этой свободе я довольно много рассказывал, когда говорил про 20-е То есть там были разные направления авангарда, реализма Определенный был даже расцвет культуры при НЭПе в 20-е годы, потому что была свобода Было много направлений Вот только что рассказывал про абориутов Было очень много всяких И до определенной степени не вмешивались Но с другой стороны большевики все между собой ругались И постоянно лезли в литературу Еще с Троцкого началась вот эта борьба с формализмом в искусстве Имеется в виду именно с авангардом Однако Троцкий с формализмом не смог бороться Потому что его выбросили из политики Луначарский, который в принципе курировал искусство До определенной степени был за плюрализм В какой-то степени он защищал эти все направления До 29-го года Чтобы партия в литературу не лезла Надо сказать, что вообще традиционно в России Именно литература это наиболее свободная сфера Поэтому в нашем менталитете Именно в российском Ненормальный перекос в литературу Тоже я периодически об этом говорю Литература не такое уж и значимое явление Это какие-то сказки о девочках Но именно у нас Потому что у нас в литературу почему-то Исторически правительство не лезло и даже ее разводило Еще со времен Карамзина и так далее У нас получилось, что это свободная сфера И в результате политическая борьба у нас все время переходит в литературную сферу Это не нормальное явление Политическая борьба нормально должна в обществе осуществляться Вот допустим путем прямого политического высказывания Вот я сейчас на ютубе, я в свободном обществе Я в США, да? Потому что ютуб под американской юрисдикцией Я сейчас хотя и нахожусь в России Я сейчас нахожусь в США, да? И свободно говорю на политические темы Так вот в России так в основном не было Поэтому маскировали политическое высказывание под литературное Еще Белинский этим занимался Дальше Сталин это все понимал, но ему 20-е годы было не до этих писателей А с 29-го года активно начали вмешиваться коллективизация, индустриализация И в 32-м году в апреле окончательно уже решили все это оформить И все группировки запретить Значит, 23 апреля 1932 года политбюро ЦК ВКПВ принимает постановление О перестройке литературно-художественных организаций В котором ликвидируется ассоциация политарских писателей Наиболее крупные тогда объединения, которые партия поддерживала А также и все группировки Значит, дословно Объединить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти И стремящихся участвовать в социалистическом строительстве Единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем Все И аналогично сделать так же со всеми художниками, музыкантами и так далее Соответствующие были решения То есть создавался союз советских писателей И, значит, создался по этому постановлению оргкомитет Который всех писателей соберет на съезд Потом собрали союз советских композиторов, советских архитекторов, художников и так далее Что означает на практике, что писателей, художников, архитекторов, музыкантов Превращают в государственных служащих Вот то, что я говорю Что наука, образование давно государственные служащие И в России никогда свободного-то почти не было конькового образования А тут так же и всех писателей сделали государственными служащими Советский писатель Входит в союз советских писателей В государственное практически учреждение Он является работником государства Чтобы никакой там свободы не было Чтобы Сталин там тоже все полностью контролировал Он и раньше контролировал Потому что, естественно, подцензурно все было Теперь уже создали бюрократическую организацию, которая систематически занимается контролем за творчеством, распределяет все ресурсы. Сталин, когда приехал Горький, очень много встретился с писателями. Сталин вообще литературу любил, лез в времене. Много очень объяснял, почему это сделано. Дословно, в частности, Сталин говорит, мы имели с одной стороны борьбу литературных групп, с другой стороны грязню между собой коммунистов, работавших в этих литературных группах. Потом он поругал раб за то, что они эту грязню разводили, и затем Сталин дословно так сказал. А цель у всех у нас одна – строительство социализма. Конечно, этим не снимается и не уничтожается все многообразие форм и оттенков литературного творчества. Наоборот, только при социализме, только у нас могут и должны расти и расширяться самые разнообразные формы искусства, вся полнота и многогранность форм, все многообразие оттенков всякого рода творчества, в том числе, конечно, и многогранность форм и оттенков литературного творчества. Ну, короче. Цель у нас одна, говорит Сталин, поэтому никаких группировок не надо, а разнообразие творчества мы обеспечим под государственным контролем. Тут же он начинает ругать каких-то писателей типа Пельника, которые ему не нравятся. В общем, Сталин дальше лез в литературу активно. И когда я сейчас дальше буду рассказывать про всяких писателей уже 40-х, 50-х, практически все время буду говорить, что Сталин куда-то там лез. Ну, Платонова я уже рассказывал. Сталину Платонов не понравился, он его разругал, начал лично воспитывать. И так он делал всегда. В литературу прям вот главный был литератор у нас товарищ Сталин. Ну, и значит, чтобы все-таки группировки объединить, они выдернули Горького из-за границы, потому что Горький был каким-то таким независимым авторитетом. Несмотря на то, что фактически жизнь России его гробила, у Горького легкие на последней стадии издыхания были, они Горького выдернули. И уже во главе с Горьким они организуют первый съезд советских писателей, о котором я позже уже расскажу.